Программа в теме. Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Вопросы цифровой трансформации преступности сегодня являются одними из наиболее злободневных. И от того, насколько эффективно удастся противостоять этому вызову, зависит не только защищенность прав и интересов граждан, но и информационная безопасность общества и государства. На сегодняшний день нужно четко понимать, что все ушло в цифру. Изменился мир, и мы должны измениться вместе с ним. И изменить свое понятие о цифровой гигиене. Вы слушаете проект в теме. С вами Елена Орлова. А в гостях у нас сегодня Владимир Иванович Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь. Добрый день, Владимир Иванович. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы и общаться при помощи мессенджера Телеграм. В поиске набирается след на радиус ФМ. Либо же плюс 375-44-595-5569. Также можно оставить комментарий под анонсами сегодняшней программы в группе «В теме» в субсети ВКонтакте. И прямо сейчас нас можно лицезреть в режиме видеотрансляции на нашем YouTube-канале. Все подробности на сайте radiosfm.by. Итак, рост киберхищений. С чем это связано? И не является ли причиной главной наша беспечность? Потому что, наверное, граждане, мне кажется, нашей страны всецело доверяют сети интернет. Это одна из причин, основная, поскольку большое количество услуг банковских осуществляется онлайн. Все мы имеем карточки, все мы имеем доступ к сети интернет, интернет-банкингу. И, естественно, используем их для осуществления расчетов. И злоумышленники видят в этом тоже поле деятельности большое, которое используют в своих криминальных целях. Ну да, раньше кошельки в автобусах, да, вытаскивали из дамских сумочек. А на сегодняшний день, что называется, мы сами иногда и оставляем информацию в открытом доступе, да, либо же ее предоставляем, как случалось, по сути, наверное, всю весну. Сама стала участницей такого заговора, скажем так. Однажды, находясь дома, ко мне при помощи вайбера поступает телефонный звонок, естественно, с неизвестного номера, да. Причем меня, конечно, первое, что смутило, это то, что был поисковик даже не белорусский номер, а номер зарегистрирован в Российской Федерации. То есть это первая причина, да. Вторая причина, что был логотип Беларусьбанка, сразу говорю, что, да. Ну и третье, то, что, по сути, мошенники достаточно неплохо подготовились. Они даже называют банк, который находится в Минске, он есть офис, да, и так далее. То есть, поэтому, вот прокомментируйте, пожалуйста, вот эти истории, которые, по сути, наверное, всю весну, да, мне кажется, и наблюдали граждане нашей страны. Ну, рассматривая эту ситуацию, основная причина, это, или, точнее, основной способ совершения таких хищений, это использование методов социальной инженерии, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов. И первое, что они говорят, это о том, что в настоящий момент совершается мошенничество с вашими денежными средствами, находящимися на счете. И сразу же предлагают решение этой проблемы. Они говорят, что мы защитим вас, не бойся, но надо выполнить некоторые действия. И предлагают предоставить информацию, чаще всего, конфиденциального характера. Например, реквизиты банковской пластиковой карты, которую потом в последующем используют для хищения. То есть, в данном случае никому нельзя сообщать эти реквизиты, каким бы образом они не выведывались, будь то по телефонным каким-то средствам связи, либо через интернет. В случае же, если информация была передана кому-либо, незамедлительно обращаться в банк для блокирования кар-счета. Владимир Иванович, на сегодняшний день есть такие термины. Это кардинг, спаминг, крекинг, фарминг, ньюкинг, ханкинг и вишинг. Скажите, что, наверное, самое сегодня имеет яркую популяризацию? Это сложные термины, которые, наверное, простым людям не обязательно говорить. Но наиболее популярными видами из перечисленных являются вишинг и фишинг. Да, мы уже немножко остановились на этом. Это вишинг, когда с использованием телефонных коммуникаций получается злоумышленниками конфиденциальная информация. Фишинг – это тоже выведывание информации, но путем спам-рассылки, так называемой. Это спаминг. Когда злоумышленники передают, направляют либо по электронной почте, либо через интернет-мессенджеры какую-то информацию и просят перейти по ссылкам. То есть они направляют какую-то ссылку. Ссылка может выглядеть в том числе в виде QR-кода. И при этом осуществляется переход якобы на оригинальный сайт, например, какого-нибудь банка. При этом сам сайт может быть точной копией. И отличие его будет только в некоторых… Нет, я уже потом хочу сказать, что села и разобралась. Отличие очень видно. Но на самом деле, поскольку видишь уже знакомый логотип, уже здесь притупляется у человека внимание. И он, опять-таки, зачастую, то, что я уже рассказывала потом знакомому, им тоже поступали звонки не только из Российской Федерации, еще и из сети украинских линий. Поэтому, опять-таки, вы же тоже видите, что вам звонят уже не из Беларуси, не из Минска. Какой Беларусьбанк может находиться? На самом деле, в некоторых случаях звонят и из Беларуси. Тоже и такое есть. Да, здесь основным признаком является именно требование этой информации. То есть, как только человек спрашивает информацию конфиденциального характера, это явный признак мошенничества. В этом случае незамедлительно нужно прекращать с ним разговор. Как повлияла пандемия на рост киберпреступности? Учитывая, что многие стали работать дома, стали заказывать доставку продуктов, стали заказывать доставку готовой еды, стали заказывать доставку даже, по-моему, фармацевтических компаний, потому что в лекарствах нуждались и так далее. Ну, безусловно. И об этом свидетельствует статистика, которая показывает, что за 2020 год количество преступлений увеличилось более чем в два раза. Их зарегистрировано было более 25 тысяч. Данная тенденция, она наблюдается в текущем году. За четыре месяца прошедших зарегистрировано более 7 тысяч преступлений. И это больше, более чем в два с половиной раза, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому, безусловно, это повлияло. Большое количество людей осуществляют работу удаленно, используют, приобретают товары, пользуются какими-то интернет-ресурсами, через которые осуществляется оплата, ввод реквизитов. Естественно, этим злоумышленники пользуются. Вот за эфиром вы мне сказали прекрасную фразу о том, что и преступники стали тоже работать из дома, да, в пандемию. Ну, безусловно. А до этого где они работали? Ну, поскольку это киберпреступления, они по большей части совершаются, разумеется, через интернет, а это предполагает, что преступления совершать достаточно легко. Большое количество преступных схем находится в открытом доступе. Через теневые ресурсы они получают эту информацию и, разумеется, используют, пробуют использовать. Второй момент – это использование этих же форумов для того, чтобы находить компаньонов криминальных, так называемая криминальная кооперация, когда некоторые люди выполняют определенные криминальные действия. И в связи с этим сложность их выявления и раскрытия, потому что требуется международное взаимодействие, требуется время для того, чтобы осуществлять его и получать какую-то информацию. И поэтому нужно помнить, что киберпреступления проще предотвратить, то есть именно путем профилактики, соблюдение мер информационной безопасности, соблюдение правил цифровой гены. Ну и самое главное – это не размещать, не передавать никому какую-либо конфиденциальную информацию. Хорошо. Смотрите, мы иногда, расплачиваясь в магазинах картами, либо же в кафе, в ресторане, передаем ее продавцу, либо же официанту. Но если в магазине еще тут, по сути, у вас на глазах совершается эта транзакция, то официант уносит иногда, бывает, либо на стойку, либо на ресепшн, либо еще там, ну, где стоит у них аппарат, я не знаю, там всевозможные места такие, да, кассовые. Поэтому скажите, пожалуйста, это на сегодняшний день безопасно, либо же все-таки тоже имеет какую-то… Ну, как рекомендация официант должен принести терминал для того, чтобы осуществить расчет. Данный вид преступления на сегодня не является актуальным. За прошлый год всего три случая было, вот, фактов скимминга именно, это называется скиммингом, когда с использованием каких-либо устройств считывают информацию с банковских платежных карточек. Было три, и все эти три факта раскрыты, то есть все преступники задержаны. Еще один вопрос, который я хотела задать вам про карту. Карта, которая не имеет, что называется, на лицевой стороне имя, фамилию владельца, да, и они зачастую принадлежат банкам. Так называемые карты покупок, да, их называют. Я не буду сейчас тоже в рекламных целях рекламировать эти банки, и поэтому, я думаю, вы понимаете прекрасно, о каких картах я говорю, и слушатели тоже. Карты, которые банки предоставляют, да, с уже какой-то приличной суммой денег, да, и при утере, соответственно, пароль не требуется, можно ей расплачиваться. Ну, на самом деле, все карты принадлежат банку, а мы являемся их держателями. Но я сейчас не настолько про личные карты, я говорю про карты покупок. Да, карты покупок, на самом деле, они не отличаются нисколько от любых других банковских платежных карточек, поскольку на них, так же, как и на других, размещена информация. Это, прежде всего, номер карты, срок ее действия и ЦВВ-код, который размещен на оборотной стороне карты. Именно эти реквизиты являются платежным инструментом наравне с самой картой, которая через этот интернет можно использовать для осуществления расчетов. Нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что сегодня мы говорим о мошенничествах в сфере интернет. И на мои вопросы, а также на ваши, отвечает Владимир Иванович Зайцев, замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь. А в следующей части программы вы узнаете, по каким признакам во время звонка из банка можно определить мошенников и что такое сватинг. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Вы слушаете проект «В теме». Для вас сегодня работает Елена Орлова, и мы говорим о киберпреступлениях. Напоминаю, что это преступная деятельность, целью которой является неправомерное использование компьютер на компьютерной сети или мобильного устройства. Сегодня на мои, а также на ваши вопросы отвечает Зайцев Владимир Иванович, замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь. И уже вторая часть нашей программы планомерно уже перетекла в такие вопросы, которые, по сути, на сегодняшний день являются уже, мне кажется, даже не новыми. Потому что вот мне наш гость спрашивает за эфиром, а знают ли служители Радио СФМ вот такие термины. Вы знаете, для меня был новый термин – это сватинг. Расскажите, что такое сватинг и чем вообще грозит простому обывателю. Это достаточно новый термин для Беларуси, хотя в зарубежных странах он уже давно используется. Его аббревиатура происходит от американского спецподразделения SWAT и означает, что, как это на сленге молодого поколения, когда вызвать полицию на дом, так называемый. Когда, например, в каком-нибудь комьюнити онлайн игр пользователя для того, чтобы навредить, так скажем, удаленного пользователя из мести, вызвать полицию на дом, либо разместить сообщение или направить куда-то посредством анонимных каких-то ресурсов и указать данные, допустим, о минировании, и указать данные этого своего обидчика. Таким образом, выезжают правоохранительные органы и того человека, в отношении которого был указан в этом сообщении, проводятся какие-то мероприятия. Но нужно отметить, что за данный вид преступлений предусмотрена нешуточная уголовная ответственность по статье 340 Уголовного кодекса от 3 до 7 лет. И большое количество преступлений в последнее время регистрируется именно по таким видам. И это вызывает особую озабоченность, поскольку те лица, которые этим занимаются, они, как правило, не достигают совершеннолетия. В ряде случаев люди могут использовать даже и с коммерческой целью, то есть дабы заработать денег и кого-то спасти от контрольной, а те, кто это хочет сделать, они также подлежат ответственности. Возвращаемся опять-таки к преступлениям, которые, мошенничествам, которые были совершены на протяжении весны 2021-го. И вот то, что я опять-таки нашла на просторах интернета, это помогите, пожалуйста, следствию, да, поучаствуйте в секретной операции, и наши люди все хотят помочь. И, что называется, опять-таки сами же полностью отдают свои номера карт, личные данные, пароли и все остальное. Да, это усовершенствованная схема вишенга, когда злоумышленник представляется сотрудником банка либо сотрудником правоохранительных органов и предлагают вот этой оперативной игре поучаствовать самому потерпевшему. А снять трубку и в банк перезвонить? Ну, безусловно, так и нужно поступить в любой такой ситуации. Нет, да, то есть наши граждане до этого пока еще не дозрели. Но здесь используется вот психологический аспект, когда человеку говорят, что вот вас сейчас похищают деньги, вот с вашими деньгами сейчас. Если вы не примете мер своевременно, то вот их прям и похитят. И поэтому они говорят, что давайте мы вот предоставим вам такую возможность и быстро переведем деньги на какой-то счет. Были случаи, когда даже они убеждали таким образом потерпевших, чтобы те обратились в банк непосредственно, сняли с депозитного счета свои средства и зачислили на другой счет, который злоумышленники предоставляли. При этом они их информировали, предупреждали о том, что вы же никому не сообщаете об этом, никому ни сотрудникам правоохранительных органов, ни банкирам, они вас будут... Ну вот меня это, допустим, бы уже немножечко, скажем так, напрягло бы. Насторожило бы, безусловно. И насторожило бы, потому что, ну что значит вы никому... Это же, ну вообще, понимаете, мы же не в шпионов каких-то играем, простите меня, да? Абсолютно с вами согласен, но... Тем более вопрос, если денег, я так понимаю, иногда весьма крупная сумма, потому что последнее, то, что я видела в интернете, суммы фигурировали, это 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. Да, два последних наиболее крупных факта, это как раз, как вы и сказали, более 200 и более 110 тысяч долларов. Оба эти факта злоумышленники по ним установлены и задержаны в настоящее время. Но эти ситуации именно происходили по такому сценарию, который мы обозначили. Итак, еще были случаи, наверное, скажем так, это все-таки были в допандемическое время, когда оформляли при помощи мобильных телефонов кредиты на крупную бытовую технику, при помощи каких-то данных и так далее. Давайте еще вот проясним, насколько это сегодня актуально и имеет ли это место. Были факты такие, они тоже раскрыты. В отдельных случаях количество потерпевших даже доходило до 500. В данном случае идет речь об использовании данных, которые люди оставляют где бы то ни было, в каких-то интернет-магазинах. То есть используется их персональная данная, а потом в последующем для оформления кредита. Особую опасность вызывает это размещение своих паспортных данных в виде фотоизображений, где бы то ни было, либо пересылка их неизвестным лицам по электронной почте или через интернет-мессенджер. Скажите, ваше подразделение называется управление К. Чем это связано? И это аббревиатура, либо же это какое-то, может быть, такое негласное название? К – это киберпреступность, поскольку наше подразделение занимается противодействием киберпреступности. То есть решили подсократить? Да, для того, чтобы удобно было использовать в средствах массовой информации. В последнее время МВД разработало, естественно, ряд мер по противодействию киберпреступности. Расскажите подробнее об этом моменте. Ну, в первую очередь, нами разработан межведомственный план по вопросам противодействия киберпреступности. Он охватывает различные ведомства. То есть это общая проблема. Нельзя сказать, что это проблема именно Министерства внутренних дел. В данный момент осуществляется реализация. В этот план входят как меры по профилактической работе, именно вот то, чем мы сейчас занимаемся, так и ряд мер противодействия и технического характера, организационного. В частности, были внесены изменения в Уголовный кодекс. Например, в ВИС-22 статью Уголовного кодекса, где предусмотрена ответственность за распространение, в том числе реквизитов банковских платежных карт. А также иных средств, которые могут служить средством платежа. Опять-таки, на сегодняшний день мы знаем, что у многих детей, у многих подростков существуют банковские карты. Родители уже не дают наличкой, да, что называется, своим чадом деньги и на оплату обеда в школе, да и просто на какие-то нужды и расходы. А оформляют, привязывают вторую банковскую карту. И опять-таки, эта опция весьма доступна, я знаю, что. Вторую, третью карту детям. И таким образом она привязана к основному счету. Могут ли при помощи детей добраться до основной карты родителей, скажем так? Здесь важно понимать, к какому счету она привязана. Рекомендация использовать отдельный счет, который не будет привязан к зарплатному счету и будет зачисляться на счет только та сумма, которая выделяется непосредственно для расчета. То есть бдительность должна быть и у родителей в том числе? Безусловно. Аналогичную рекомендацию мы даем и для использования расчета в сети интернет. То есть использовать отдельную банковскую карту, которая будет именно использоваться для расчета в сети интернет. А вообще правильно ли привязывается платежная карта к телефону мобильному, к умным часам? Мы знаем, что сегодня при помощи мобильника можно оплачивать на многих кассах уже в Минске, во всяком случае. На сегодняшний день это уже так есть, поэтому сказать, что так нельзя делать, здесь нужно соблюдать меры безопасности определенные. То есть, безусловно, привязывать нужно, поскольку, ну, нужно понимать, что к счету, к номеру привязана карта. И в случае, если мы используем, либо передаем кому-то свое мобильное устройство, это не обязательно телефон, это может смартфон, часы, правильно сказали. Нужно понимать, что даже если мы сдаем в ремонт, нужно понимать, что эта сим-карта привязана к карт-счету, а в устройстве может храниться какая-то информация, которая может использоваться, например, кем-то против. Итак, Face ID, сложный пароль, отпечатки пальцев, опять-таки замки простые, да, электронные замки. Какой способ защиты самый на сегодняшний день более или менее надежный? Потому что я так понимаю, что, наверное, уязвимость имеет все. Ну, безусловно, уязвимость имеют многие, но здесь важно использовать в комплексе. То есть, если это пароль и Face ID, то в комплексе его используют, отпечаток пальца. Нужно понимать, какая информация хранится в устройстве и где конкретно она хранится. Допустим, если логины и пароли, и хранятся они в легко доступном месте, и мы, допустим, отдаем кому-то устройство, даже под предлогом позвонить, нужно понимать, что человек может легко и просто получить к ним доступ. Аналогично, если вот были такие случаи, когда подростки просили телефон позвонить, и под этим предлогом получали микрозаймы. При этом составляло у них времени, это требовало буквально несколько минут. Десять секунд, там минимально. Да, то есть они осуществляли UCSD-запрос, человек даже не понимал о том, что вообще такая, в принципе, возможна услуга. И таким образом узнавали они об этом только после того, как им уже выставлялась задолженность и плюс процента. Владимир Иванович, по сути, мне кажется, мы осветили весь спектр вопросов, которые я вам подготовила, которые, по сути, наверное, и на сегодняшний день являются самыми важными. Опять-таки, учитывая, что по телевидению сейчас идут ролики о мошенничестве в сети интернет, по радиостанциям крутятся ролики, в интернете, опять-таки, выпрыгивают о том, что мошенники действуют, будьте осторожны, да, баннеры и прочая продукция. Обратитесь, пожалуйста, к слушателям и к зрителям нашего YouTube-канала, да, и объясните им вот буквально одним предложением, что киберпреступность – это крайне серьезная на сегодняшний день вещь, да, и махинации, что называется, тоже процветают, и в дальнейшем, мне кажется, только будут еще большим ухищрением, да, преступники прибегать. Ну, безусловно, злоумышленники постоянно совершенствуют свои преступные схемы. И в качестве рекомендации я могу дать следующее. Первое – это быть бдительным при общении с кем-либо или размещении какой-либо в сети интернет. Мы не знаем, с кем мы общаемся, мы не знаем, кто находится по ту сторону экрана. Красивая блондинка, как обычно, вы же знаете, присылается, да, роскошная фотография, если это аватарка. Поэтому нужно об этом всегда помнить, и из этого соблюдать правила информационной безопасности, и не передавать, прежде всего, конфиденциальную информацию. Здесь речь идет не только о банковских реквизитах, хотя о них в первую очередь. Это и коды из СМС-сообщений в виде сеансовых паролей, это и логин и пароли, бывают такие случаи, когда злоумышленники выведывают информацию. Это и переход по ссылкам каким-то, которые злоумышленники предоставляют в интернет-мессенджерах. Если мы используем какие-то интернет-ресурсы для онлайн-продаж, онлайн-торговли, то не переходить в сообщения в интернет-мессенджеры, то есть использовать именно те средства, которые предоставляет этот интернет-ресурс, поскольку у него определенные механизмы защиты уже имеются. Далее это соблюдение правил цифровой гигиены. То есть, безусловно, логины, пароли, пароли в первую очередь, которые мы используем, они должны быть, во-первых, разные для различных интернет-ресурсов, а во-вторых, они должны быть достаточно сложными, и мы их должны регулярно изменять, потому что это очень важно. Злоумышленник, получив доступ к одному интернет-ресурсу, он может легко взломать и получить доступ к другим. Провести аналогию? Да, абсолютно верно. Далее это помнить всегда, что наш абонентский номер, наша сим-карта привязывается и к интернет-банкингу, и к социальным сетям, равно как и адрес электронной почты. Поэтому эту информацию нужно понимать кому и когда мы передаем. А где хранить вообще пароли? Хранить пароли лучше в защищенном месте. То есть это либо где-то отличные, допустим, устройства, допустим, лист бумаги, ежедневник. По старинке, да, взять карандаш, листочек. Либо есть специальные программы, которые позволяют сохранять в закрытом виде. И даже если злоумышленник получит доступ к устройству, он не сможет их получить легко и просто. Владимир Ильич, а вы можете назвать средний возраст потерпевших от кибермошенничества? Здесь все зависит от самих видов преступлений. То есть если это хищение с использованием компьютерной техники, либо мошенничество, совершаемое через сеть интернет, здесь абсолютно разный возраст. И анализ показывает, что в равной степени все категории... Не только, как говорят пожилые люди, да, очень много попались на удочку, говорят о том, что и молодежь. Злоумышленники используют разные преступные схемы, у них к каждому свой подход. Расскажите, как знакомятся с девушками, умудряются. Вот тоже очень интересная информация. Есть виды преступлений, когда... А, вы имеете в виду? Все, я понял. Были случаи, когда злоумышленники, вот совершая преступление путем вишинга, они пытались даже осуществить знакомство в процессе общения. Так что девушки иногда не думайте, да, что если очаровательный какой-нибудь брутальный голос на том конце провода предлагает вам... Злоумышленники, они, как правило, пытаются проанализировать, с кем они общаются. Если у них такая есть возможность, они получают доступ и к социальным сетям, и они видят, то есть у них уже представляется социальный портрет того, с кем они общаются. Поэтому они подгорают... Кого можно развести, кого нельзя. Да, они понимают, какие можно использовать методы и какие схемы будут действованы в этом случае. Что ж, надеюсь, что наша программа была очень полезна. У нас с вами в гостях был Владимир Иванович Зайцев, замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь. А программа для вас подготовила, провела Елена Орлова. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by Чтобы первыми узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проектов в теме в соцсети ВКонтакте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. И мне остается дополнить, что, пожалуйста, дорогие белорусы, берегите себя, берегите свои деньги и, конечно же, свои гаджеты и компьютеры от мошенников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова